А вот и победитель, который получает голду. Если ты тоже хочешь выиграть, то тогда подписывайся на канал, нажимай колокольчик, ставь лайк и в комментарии укажи ссылку на свой профиль ВКонтакте. Огонь скидка на водки.ру Доставай самые крутые премиум танки или 100 тысяч золота всего за 119 рублей. Стань счастливчиком дня и получи 5000 золота бесплатно. Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, у нас стартовал новый футбольный режим от ВГ. Я его уже вдоволь попробовал, сыграл аж больше пяти часов. Кстати, с подписчиками играл, разыгрывал голду, так что приходите на стримы, если есть возможность. И сегодня я хотел бы обсудить, сколько халявы будет в этом режиме. И то это, наверное, не вся халява, но основная. Еще там будут турниры, но о них практически пока что ничего не известно. Разработчики о них ничего не говорят. Но я думаю, там будет голда и много тоже всего интересного. И стоит отметить, что я лично был в шоке, сколько всего халявы в этом режиме. Вот сейчас на своих экранах вы можете видеть количество халявы. Я все посчитал, надеюсь, что правильно, потому что математика из меня так себе. Но тем не менее, вот что насчитал, то и расскажу. И это просто удивительная халява. Но для того, чтобы ее добиться, чтобы все это получить, нужно реально попотеть. И в этом режиме стать чуть ли не профи и очень много времени в нем провести. Благо, режим очень интересный. Особенно интересно с друзьями в него играть. И хотя бы, ну, это утешает. Ну, а если у вас получится получить всю эту халяву, то, я думаю, вы будете просто, ну, супер обрадованы. Итак, давайте же приступим. Всего 4 этапа у нас. Вообще, на первый взгляд, немножечко непонятная система. То есть, не сразу можно понять, что вообще тут такое, какие призы и как их получить. Расскажу, в общем-то, на пальцах. Есть 4 этапа. То есть, они разделены по времени. Там первый этап, сколько-то там дней. Второй этап начинается, опять, несколько там дней, неделю примерно. Третий этап и четвертый этап. В общем, все просто. Есть в каждом этапе, так скажем, 4 лиги. В общем-то, как в, ну, знаете, ранговых боях лиги были. Кто играл, тот помнит. И в зависимости от какой вы лиги, тем больше вам призов и достается. То есть, если вы в первой лиге, то там наибольшее количество призов. Но и это еще не все. Есть 3 класса техники. И в каждом классе техники, опять-таки, можно занять свою лигу. То есть, все призы можно увеличить в 3 раза. Если вы сможете в каждом из классов техники на Е100, на Т-62 и на МХ-13-105 занять места призовые. Ну, то есть, первую лигу или другие. Желательно, конечно, занимать в каждом классе техники, ну, первую лигу, то есть, первую группу. Потому что в ней больше всего призов. Ну, из остальной группы, в принципе, тоже немало призов. Если вы сможете во всех четырех этапах, ну, занять первую лигу, всего там в первой лиге 1000 мест, то, ну, в каждом классе техники в 1000 попасть лучших игроков. В принципе, на мой взгляд, это не так уж и сложно, по крайней мере, сейчас так кажется. Потому что я вот сыграл, да, я много играл, 5 часов, но, тем не менее, я уже смог первую лигу на Т-62 занять. Ну, и в остальных классах техники тоже я продвигаюсь. Думаю, что во всех трех, в общем-то, классах техники этого игрового режима я смогу занять первую лигу. То есть, как-то войти в 1000 мест. Конечно, там будет конкуренция, и вы, возможно, будете падать там, там, на ниже места, потому что будут другие игроки стремиться подниматься вверх. Поэтому постоянная конкуренция, постоянно приходится улучшать свои результаты. Как улучшить результат? Все довольно просто. Если вы максимум очков будете зарабатывать в каждом бою, тогда вы, в общем-то, будете по итогу продвигаться вперед. Будет выбрано 15 ваших лучших боев, где набрано наибольшее количество очков. Как рассчитываются очки? За гол дают 5 очков. За голевой пас дают тоже 5 очков. За гол в свои ворота отнимают минус 5 очков. То есть, по сути, ну, 3 гола есть максимальное количество. Вы можете максимум заработать за матч 15 голов. Скажу я вам, не так-то это и просто. И если у вас, например, все 15 матчей, и во всех 15, в общем-то, есть возможность занять, ну, получить, вернее, 15 очков в каждом из 15 лучших ваших матчей, если такое произойдет, если вы очень много боев наиграете, то тогда вы 100%, я думаю, в первой лиге будете. Но не обязательно так сделать, в принципе, достаточно, чтобы там большая часть ваших матчей была, ну, с хорошим количеством очков, хотя бы там 10, ну, 5 минимум. И тогда вы уже будете в первой лиге. Ну и какие же, в общем-то, призы? Я все посчитал. И если вы, кстати, первое место занимаете, вот самое первое, то тогда вы получаете, я так понимаю, настоящий футбольный мяч с подписью Джин Луиджи Буфона. Вот это презент от ВГ. Но также, если вы просто будете в каждом, ну, из этапов занимать все призовые места, то есть в каждом классе техники первую лигу занимать, то тогда вы получите, вот по итогу, 4 футбольных новых стиля, довольно красивых. 240 резервов, это просто жесть. При этом резервы даже на фарм есть, там на свободку. То есть их очень даже надолго хватит. 720 улучшенных оборудований. Ну, это вот эти, знаете, боновые оборудования, которые, ну, один, в общем-то, матч, ну, вернее, не матч, а бой, дылятся, а потом, ну, исчезает. То есть их можно покупать за боны, они стоят недорого, но, в принципе, если постоянно их юзать, то довольно-таки быстро они ваши боны начнут тратить. Поэтому, ну, это очень хорошие жирные призы. 720 улучшенных оборудований. Ну, они, конечно, за 720 боев, предположим, израсходуются, но, тем не менее, 720 боев вы будете нагибать и с улучшенными ТТХ играть, что весьма неплохо. Потом 84 дня премиум аккаунта. Только представьте, больше двух месяцев премиум аккаунта вы можете в этом режиме урвать. 4 медали, ну, то есть их можно ставить, я так понимаю, или они будут в статистике, тут не совсем понятно, или их можно будет ставить рядом с ником. 9 тысяч бон. И это все основные призы за все этапы. То есть, если вы в каждом этапе будете занимать во всех классах техники первую лигу, то есть тысячу лучших игроков там среди Т-62, тысячу лучших игроков среди Е-100 и тысячу лучших игроков на АМХ-13-105. В каждом этапе всего их 4. Это максимум призов, сколько вы можете урвать. Но уже это, это дохренище. Наверное, вы скажете, а где же, ё-моё, голда? Разработчики обещали же голду, и везде на каждом там шагу голду обещали. Дело в том, что я так понимаю, что голда, скорее всего, могу предположить, будет в каких-то турнирах. Пока что о них ничего не ясно. Но я думаю, там все будет предполагаемо. То есть, можно легко догадаться, что, скорее всего, будет 3 на 3 игрока. То есть, команда будет там собираться, и они будут бороться там за какие-то там призы. И при этом там уже будет совершенно другой уровень. То есть, там игроки уже будут, ну, такие вот матерые, скилловые, будут стараться играть по максимуму. Но, в принципе, для обычного игрока, как мне кажется, у которого много, конечно же, свободного времени, все 4 этапа занимать первую лигу во всех классах техники вполне даже реально. Да, вы потратите на это много времени, но и призы все-таки весьма даже существенные. Очень все это хорошо, что даже соло-игрок может, в принципе, поучаствовать и попробовать себя там в этапах. Но, конечно, командой играть, особенно сыгранных игроков, друзей, которые хорошо играют, максимально эффективно. Но при этом это еще не все, ребята. Я не упомянул именно награды за собирание карточек. Как можно собрать карточки? Ну, ежедневно выполняете, в общем-то, ЛБЗ, и вам дают 3 карточки. Иногда они могут совпадать с теми, что есть. Ну, смысл в том, что вы собираете карты первого, второго и третьего уровня. Ну, нельзя собрать именно, то есть, там, третьего уровня все. Тут нужно как бы распределить и первый уровень, должен быть и второй, и третий. Ну, такой примерно смысл. Чтобы, в общем-то, выполнять, просто нужно заходить ежедневно и выполнять простейшие ЛБЗ в этом режиме конкретно. За это все вам еще дополнительно 750 тысяч серебра дадут, если вы все карточки соберете, там, максимальное количество очков получите. Кроме всего прочего, 10 миллионов серебра, возможно, вы нафармите. То есть, тут это не точно, потому что я это рассчитал очень примерно, может быть, даже больше. То есть, я вот, например, за 5 часов нафармил один, да, много ли это? Конечно, нет, это мало. Но, учитывая, что если вы будете играть в этом режиме очень долго и соберете с него все призы, то, соответственно, за, в общем-то, все бои, их будет очень много, вы, возможно, там, около 10 миллионов серебра еще нафармите себе, выполняя мини ЛБЗ, и также за каждый бой там чуть-чуть дают серебра. Фарм тут, сразу говорю, плохой. То есть, если вы думали, что это линия фронта номер 2, то вы ошибаетесь. Фарм тут действительно так себе. Это недостаток этого режима. Также вы получите еще за собирание карточек 3 медали, 15 резервов на фарм и один стиль, еще один футбольный. Ну и, ко всем прочему, главным призом еще станет за максимальное собирание карточек буфон с двумя перками. У него будет боевое братство, перк один уже прокаченный, и лампочка уже прокаченная. При этом самое интересное, что этот, в общем-то, ну, член экипажа будет доступен для любого, для любого класса техники, любой нации, любой специализации. То есть, сами вы все выберете, на какой танк, на какая специализация, там, командир, там, механик, водитель и так далее. И это все довольно круто. И все это позволяет вам, если вы, конечно, будете много играть в этот режим, не без этого, но играть, в принципе, интересно, получить огромное количество халявы, ребята. Столько халявы я еще не видел, чтобы вы давали. Конечно, играть придется много и тщательно, но, я думаю, оно того стоит. По крайней мере, если вы все-таки, ну, играете часто в эту игру, и вам важны всякие халявные плюшечки. На этом все, ребята. Спасибо вам за просмотр. Не обижайтесь, не расстраивайтесь, если у вас мало времени. Вполне вероятно, вы сможете выиграть голду на моих стримах. Там, достаточно время от времени их посещать. Ну, чем чаще, тем лучше, конечно же. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.